Совместные рейды сотрудников сочинских электрических сетей и представителей администрации проводятся несколько раз в неделю. Несмотря на погодные условия, специалисты находят нарушителей, составляют акты и производят отключения. Хозяину этого объекта по улице Джапаридзе уже не один раз выписывались предписания и производилось обесточивание базы, которая находится на безучетном потреблении уже с октября прошлого года. Самовольное подключение грозит не только финансовыми потерями, но и административными наказаниями. А главное может стать причиной несчастного случая с самими правонарушителями. Незаконное подключение к электрическим сетям – это не только убытки компании, но и также создает угрозу для жизни людей непосредственно, создает пожароопасные ситуации непосредственно, а также, в свою очередь, очень сильно влияет на аварии в электросетевом комплексе в целом. Подобные действия со стороны потребителей незаконного подключения могут повлечь и привести к электротравмам, и даже довести до смерти самого злоумышленника, который самовольно подключается к электрическим сетям. В прошлом году подобных несанкционированных подключений к электрическим сетям было выявлено около 500. За административное нарушение недобросовестные потребители заплатили около 40 миллионов рублей. И уже за два последних месяца в ходе рейдов специалисты сочинского филиала «Кубаньэнерго» обнаружили более 70 фактов энерговоровства. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 12 протоколов. Эта проблема есть и остается актуальной в городе. Это также проявляется в рамках продолжения законного строительства, как мы ведем совместно с администрацией города в рамках неожиданностной комиссии по самострою, внеплановые мероприятия, которые выявляют такие факты. Как показывает практика, среди нарушителей чаще всего встречаются те потребители, на которых уже составлялись акты нарушения. В итоге такие хозяева теряют немалые суммы, которые в несколько раз превышают фактическое потребление электроэнергии. Таким образом, безучетное подключение к сетям – это не только опасно, но и невыгодно.